Субтитры делал DimaTorzok Сегодня у меня в гостях косметолог-эстетист Анастасия Калайджи, которая специализируется на улучшении качества и лечении кожи, а также проводит эстетические процедуры. Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте, Анастасия! Всех приветствую! Рады, что вы сегодня с нами. Давайте начнем. Правильный уход за кожей во многом зависит от выбора косметики. Мало повторять примеры подруг или покупать все, что нравится, очень важно учитывать индивидуальные потребности кожи. Тема сегодняшнего нашего выпуска – как правильно организовать свой пятиступенчатый уход за кожей. Почему именно 5 ступеней? Почему не 10? Или их может быть больше? Да, их может быть больше, конечно, но основной уход должен быть 5 ступеней. Для начала я хотела бы сказать о важности домашнего ухода. Всем своим пациентам я всегда говорю, что правильно подобранный домашний уход – это 80% красоты. То есть вообще от этого зависит весь успех всех косметологических процедур и всего дальнейшего нашего перспективного омоложения. Если мы говорим о качественном домашнем уходе, который даст результат, то это будет 5 ступеней, потому что каждый продукт в этой системе, он отвечает на свою прямую задачу, которая будет поставлена перед ним. И главная, основная задача, чтобы правильно организовать свой уход, нужно правильно определить свой тип кожи и чётко сформулировать запрос, какой результат мы хотим вообще получить от домашнего ухода. А как определить свой тип кожи? Это возможно сделать в домашних условиях или только со специалистом? Как вот здесь быть? Это возможно, но только в случае изучения правильной информации нам нужно понять, как устроены наши сальные железы, потому что именно от них и зависит наш тип кожи. Очень часто девушки у нас путают тип кожи и её состояние на данный момент. Это два разных понятия. От правильно установленного типа кожи, который не меняется в течение всей жизни, мы с ним рождаемся. Также от верно определённых состояний осложнений кожи, которые как раз-таки сегодня у нас могут быть одни, а завтра могут быть уже совсем другие, зависит весь успех и результат подобранного ухода. Поэтому, чтобы упростить себе жизнь на самом деле, сэкономить деньги и время, которые могут быть потрачены на неправильно подобранный уход, правильнее будет постить косметолога и получить предсказуемый результат, который будет, несомненно, вас радовать. А какие бывают типы кожи? Давайте сразу разберёмся, чтобы самим себе не ставить диагноз и хотя бы примерно понимать, жирная, нормальная, сухая, комбинированная. У нас не так много типов кожи. Это бывает жирная кожа, сухая кожа, нормальная и комбинированная. А вот все... О, я прям всё знаю! Да, да, все всё знают. А именно состояние из разряда там, у меня сейчас сухая кожа, или там шелушится. Нет, эта кожа может быть жирная, но в данный момент она будет обезвожена просто. То есть очень всё индивидуально, да, нужно смотреть, какое вот состояние на данный момент. Такая самая основная вот такая задача, которую нужно определить. Поэтому в самостоятельных условиях очень тяжело это сделать, а специалист обязательно это сможет сделать. Это его прямая задача. Чтобы самой себе не ставить диагноз, не покупать баночки, да, которые не будут приносить никакой пользы, да, могут нанести... Вред, кстати, может нанести обычный дневной крем, допустим? Если это масс-маркет, который будет там стоить, условно, баночка, ну, очень маленьких денег, то есть там 300 рублей, 500 рублей, то, конечно, можно усугубить проблему, сделать другое состояние своей кожи. То есть, опять же, могут быть воспалительные элементы появиться, может обезвоженность, может раздражение, жирность кожи может быть. То есть, да, навредить можно. И потом сложнее с этим работать. Возможно работать с любым состоянием, но будет тяжеловато. Поэтому в идеале, конечно, подбирать всё со специалистом. Ну да, чтобы уже наверняка. А как ухаживать за своим лицом утром и вечером? И какие привычки должны стать нашими ежедневными? Утренний и вечерний уход у нас будет немножко отличаться именно по средствам. А по этапам... Очень важно, потому что многие покупают крем, который наносят и утром, и вечером. Это прям большая ошибка или не смертельная? Ну и лучше разделять, правильно? Это не смертельная ошибка, но если мы говорим как раз-таки о системном уходе, то нам нужно будет подбирать именно систему. То есть в систему входят и кислоты, и липиды. В общем, это такая прям целая наука по подбору ухода. Но это не смертельно. Если это правильно подобранный уход под ваш тип кожи, пожалуйста, пользуйтесь. Но тогда мы задаём вопрос, что вы хотите получить. Если вы хотите просто какое-то базовое увлажнение, то да, если мы хотим избавиться ещё и от пор, и укрепить сосуды, многозадачность, тогда это будет и многозадачный уход, многоступенчатый. Поэтому утренний уход у нас, допустим, будет очищение включать в себя, это естественно. Это может быть крем, может быть крем-пенка. То есть у нас здесь задача утром, все задают вопрос, а почему я должна утром умываться? Я же здесь только проснула сейчас. Но нам нужно, во-первых, очистить от нашего ночного ухода кожу и от кожного сала, который вырабатывается у нас ночью. Потом у нас должна быть вторым этапом тонизация. Здесь мы подбираем тоник в зависимости от типа кожи. И этот этап, он у нас обязательный. Мы его не пропускаем, потому что здесь мы восстанавливаем наш PH кожи и устраняем гиперкератоз. Когда вот у нас, знаете, трогаете лицо, и вот оно такое, как будто бы шелушинки какие-то есть, и хочется их убрать. Также тоника мы с ним... Ну да, сухость как будто появляется, и так неприятно. Да, и после тоника... Лицо в пустыне. Да, да, после тоника должно стать вот на лице от правильно подобранного тоника вот ощущение комфорта, что мне сейчас комфортно, и я даже готова ничего не наносить дальше. Поэтому мы приступаем. Как только мы закончили эту тонизацию, мы начинаем к активному уходу приступать. К нему будет относиться сыворот. Много кто слышал, что такое сыворотки, но мало кто знает, как её правильно наносить, её использовать. Сыворотки у нас помогают активным ингредиентам проникать вглубь кожи. Сыворотка должна быть обязательно чем-то закрыта. То есть это не самостоятельный продукт. Если вы так сделаете, то она просто на 100% не будет работать и, возможно, вообще даже не выполнить свою задачу. Поэтому у нас четвёртым этапом будет восстановление. Восстановление – это как раз-таки уже крем либо эмульсия. То есть мы это уже подбираем в зависимости от типа кожи. На этом этапе мы будем защищать нашу кожу от воздействия вредной окружающей среды. Это в утреннем уходе. И защита. Это как раз-таки наш любимый SPF. SPF – защита, солнцезащитный фактор. Это будет пятая завершающая ступень в утреннем уходе. Что касается вечернего ухода, тут этапы будут повторяться. Но опять же, как я уже сказала ранее, здесь у нас будут отличаться продукты. То есть здесь у нас будет очищение уже двухэтапное, двухразовое вернее. Это может быть вашим кремом, крем-пенкой, то есть либо же гелем. Вы умываетесь дважды. Это обязательно, потому что в первом этапе мы смываем ваш макияж, вторым этапом мы глубже очищаем нашу кожу от SPF – защиты. Это может быть одно средство, правильно? Это может быть одно средство. Просто два этапа. Да, я сразу повторю, что к гидрофильному маслу, мицеллярной воде я отношусь отрицательно, потому что это лишняя механическая травма на кожу. Только в случае, если у вас не было в этот день, нанесён профессиональный макияж либо аквагрим, я думаю, что каждый день никто у нас не наносит. Ну да, тяжёлая артиллерия. Да, да, тут будет действительно вечернее время, тяжёлая артиллерия, поэтому достаточно двух раз умыться вашим средством для умывания. Дальше у нас также будет тоник. Тоник может быть один утром и вечером, он будет одинаковый. Активный уход. Вечером это может быть сыворотка уже на основе кислот. Кислота у нас подбирается тоже со специалистом, потому что запросы у всех разные. У кого-то укрепить сосуды, у кого-то снять воспаление. Воложение максимальное. И закрываем уже кремом. То есть тут уже будет поплотнее крема с липидами, чтобы восстановить весь наш повреждённый барьер кожный. И крем для глаз пятой ступенью будет. Он последним правильно наносится? Да, да. Возможно, эта система прозвучит страшно, но и может показаться, что у нас там будет миллион баночек стоять на туалетном столике. Но если мы задаёмся целью получить... Ну это так красиво. Да, вверх это красиво. Если мы задаёмся целью получить здоровую кожу, то нам нужно выработать привычку к правильному системному уходу. И сразу могу сказать, сразу могу успокоить, что если пациент приходит с запросом, что вот я готов, то мы все средства будем вводить ему постепенно, чтобы ему было комфортно вырабатывать новую привычку. Что касается привычек, которые, наверное, каждому человеку я бы посоветовала ввести в свою жизнь, их не так много, но если вы их введёте, вы уже увидите эффект. Давайте поподробнее, да. Очень интересно. Я бы всем рекомендовала бы умываться водой только комнатной температуры, то есть не горячей, не холодной, не закаливаем кожу, этого не существует. Мы только травматизируем наши сосуды. Подождите, я сразу вас перебью, а как же кубик льда из морозилки, которую мы протираем? Это подходит буквально одному из десяти человек это может подойти, но тут больше будет вреда, нежели польза. Единоразово, если там проснулись отёчные, да, хорошо. В остальном случае нет, только комнатная температура и всё. Так, я убираю, значит, свой лёд из морозилки. Да, лёд только для напитков используем. Запомнили? Да, следующая привычка. Ваш уход должен быть нанесён за 30 минут до выхода на улицу. В этом случае у нас все средства успеют впитаться. Мы как бы там дальше пока нанесём макияж. Вторая привычка, которая должна быть заведена, это то, что все уходовые средства необходимо наносить минимум за 30 минут до выхода на улицу и минимум за час до сна. В первом случае у нас все наши средства будут как раз-таки успеют... За час до сна. Да, успеют проникнуть вглубь кожи. А во втором случае по поводу за час до сна мы избежим как раз-таки с вами утренних отёков. Я знаю, что многие просыпаются отёкшие, не могут понять, почему. На самом деле многие просто используют крем для глаз прямо перед сном, легли спать, проснулись, а мы отёкшие. Вот это и есть причина. Дальше. Всегда мы используем защиту от солнца, от 30, то есть SPF 30 минимум должен быть. Всегда проверяйте косметику на предмет личной аллергии. Это все мы индивидуальные, поэтому кому-то что-то подошло, кому-то нет. Это тут, к сожалению, только методом проб и ошибок. Мы можем это узнать. Также проверяйте, фиксируйте свои сроки годности на косметике. Это тоже такая привычка, которой мало кто пользуется. Мы можем год один крем мазать, поэтому так делать нельзя. Не тереть лицо полотенцем. Я думаю, это многие слышали. Используем только одноразовые, если у вас особенно воспалимые элементы. Бумажные полотенца. Да, это прям вот суперпривычка, и вы увидите результат уже через две недели. Для баночных средств без дозатора мы используем шпатель, либо же ватные палочки. То есть мы не делаем, как в рекламе, когда девушка у нас лезет пальчиками в баночку и тут же наносит средство на лицо, и счастливая уходит. Потому что в рекламе у нас об этом не скажут, но если вы так сделаете, хотя бы один раз в вашей баночке будут развиваться бактерии. И средство со временем, оно потеряет свои свойства. То есть мы так не делаем. Так интересного всего. Да, и вот эти привычки выводите в свою жизнь, и эффект вас не заставит ждать. Положительный эффект. Классно. Все, я думаю, что записали и запомнили. Открыть и многое, чувствую, будет в этом выпуске. В нашем подкасте есть рубрика «Звоните Насте», в которой я, Настя, отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Все, что нужно сделать – написать свой вопрос в комментариях к выпуску или записать мне голосовое, а затем ждать ответа. Привет, Настя. Я люблю корейскую косметику, но ее так много, что глаза разбегаются. Как отличить оригинальный бренд от поддельного? Привет. Корейских продуктов и правда очень много, но они сильно различаются по составу. И, конечно, по производителю и бренду. Иногда марку могут копировать, подделывать все, начиная от названия и заканчивая упаковкой. Но проверить оригинальность косметики можно несколькими способами. Отсканируй QR-код на упаковке, если он есть. Он должен работать. И ввести на официальный сайт бренда. Найти на упаковке оригинальный номер. По нему на официальном сайте можно отследить путь средства от производителя к покупателю. Обрати внимание, есть ли на упаковке наклейка или перевод на русский язык. Это значит, что товар прошел сертификацию и был привезен в Россию легально. Маркировка не единственное, что поможет тебе сделать правильный выбор. Если хочешь на 100% эффективное средство, обращай внимание на известные бренды, они уже доказали свою эффективность на практике. Поэтому ты можешь покупать их без сомнений. Один из представителей корейского рынка – Керасис. Керасис – это качественные средства по уходу за волосами из Южной Кореи. Миссия бренда – создавать профессиональный салонный уход прямо у тебя дома. Благодаря идеальному сочетанию инновационных технологий и натуральных экстрактов, Керасис эффективно восстанавливает поврежденные и ослабленные волосы, возвращая им силу, здоровье и красоту. Эффективность применения доказана институтами дерматологии Германии, Франции, Японии и Сингапура, а также большим количеством женщин во всем мире, которые доверяют уход за своими волосами, именно Керасис. Подобрать средство, которое идеально подойдет именно тебе, можно по ссылке в описании выпуска. Немножечко, Анастасия, вы уже упоминали про СПФ-средства. Вот давайте еще раз проговорим, что не только летом мы защищаем лицо от солнца. Правильно? Да, здесь можно... Не только летом мы защищаем лицо от солнца. Да, это такое правило, которое мы говорим всегда всем. Вот с этого начинается косметология. Защита от солнца должна быть 365 дней в году. Не важно, какая за окном погода, потому что есть факт, который уже научно обоснован, что 70% старения нашей кожи, оно происходит как раз-таки из-за воздействия ультрафиолетового излучения. У нас снижается гиалуроновая кислота, то есть сухость кожи появляется, снижается выработка коллагена, эластина, появляется пигментация. И только 30% являются факторами естественными и физиологическими старения кожи. Если вдруг вы сидите дома, там работаете в домашних условиях, и вам кажется, что вы не попадаете на улицу, во-первых, у нас есть лучи, которые попадают через даже стекло, и это касается тех, кто постоянно сидит в гаджетах. То есть от него исходит синий свет, а он схож как раз-таки с светом излучаемым от солнца ультрафиолет, и он самый главный наш противник, который будет вызывать старение нашей кожи, вызывать свободные радикалы, то есть окисление, соответственно, старение кожи. Поэтому использование СПФ-защиты обязательно. Тут главное подобрать комфортную для себя форму, потому что я знаю, что многим очень неудобно использовать СПФ, и эта привычка действительно должна вырабатываться только если вы правильно подобрали. То есть эмульсия, крем, пенка, СПФ. Вы как только подберёте свою форму, для вас это будет такой этап, даже приятное нанесение на кожу. Но СПФ сейчас есть, в принципе, в креме, правильно? Уже прямо на баночке написано СПФ-15, СПФ-30, СПФ-50. Да, если у вас подобран уход с косметологом, и это хороший крем, тогда да, но очень мало, сразу скажу, очень мало кремов, которые используют правильный СПФ-фактор, потому что минимум они используют 15-20. Это разрешено в зимнее время, а нам нужно 30. То есть, конечно, как минимум. Да, правильнее будет нам выбрать отдельный СПФ, потому что крем должен выполнять немножко другую задачу. Он не должен защищать от солнца, который дневной наш крем. У него многозадачность другая, у него совсем другая задача стоит, и он решать должен свою прямую задачу. А если его ещё загружают ещё и от СПФ защитить, то где-то он что-то, он даст осечку какую-то, поэтому на него не надеемся. А СПФ, можно использовать тот крем СПФ, который у нас остался с лета? Ну вот баночки, которые мы берём на пляж. Даже это не баночки больше, а бутылочки. Ну, если это правильно подобранная как раз-таки форма СПФ, потому что мы его круглый год используем, тогда можно. Если это баночка, которая вносится только на тело, то, соответственно, на лицо мы его не наносим. Есть, конечно, крема, который можно и на лицо, и на тело, но, как правило, лучше иметь баночку, которая будет предназначена только для защиты лица, шеи, там, рук, открытых ваших частей. И можно, да, в принципе, вполне. Если это подобранный, опять же, правильно, крем. Ну да, не на пляже купленный. Да, да, да. Да. В ларёчке. Да. Так, Анастасия, давайте сейчас ещё немножечко подытожим и доразберёмся, так скажем. Вот мы нанесли все наши пять ступеней, да, крем, закрываем потом это всё СПФом, проходит, ну, час-два, и сразу кожа начинает лосниться, появляется вот этот нежелательный жирный блеск, с которым мы как раз-то, в принципе, и должны бороться. Вообще, этот эффект может появиться чуть ли не сразу, если у вас неправильно подобран формат вашего СПФ, потому что, либо же крем, может быть, тоже неправильно подобран, если он слишком плотный, то это ощущение тяжести, оно уже будет присутствовать. То есть, если вот мы начинаем лосниться, то значит, что уходовая косметика подобрана неправильно, да? Да, здесь важно понимать, есть здоровый блеск, просто есть любители матовой-матовой кожи, это тоже немножко неправильно, наша кожа не матовая, она имеет естественный блеск. Да, немножко лосниться. Да, да, но есть понятие, когда вот прям он скатывается, лицо течёт, тогда да, это как раз-таки даёт СПФ, потому что он впечатывается в кожу, грубо говоря, смешивается с нашим увлажняющим кремом, становится суперплотная текстура, а если ещё сверху макияж наносим, то это вообще, это отдельная история, это некомфортно. Да, потекло всё. Да, девочка сразу скажет, я спасибо один раз нанесла, мне всё ещё и забила, я вообще, я больше не буду им пользоваться. То есть, и все сразу же стрелки падают на бедный СПФ, хотя он тут ни при чём, тут именно форма неправильно подобрана. Поэтому важно подбирать, да, со специалистом, не по советам в социальных сетях, потому что одному подошло, другому нет. Это больше, значит, склонная к жирности кожа, или это вообще никак не связано? Это никак не связано, нет. Потому что тут опять же нужно будет, если девушка задаётся этим вопросом, нужно будет разбирать весь уход. Где-то есть как раз-таки неправильно подходящее средство в данном, вот вообще может быть, оно в принципе вам не подходит, а может быть, оно не подходит именно утром. То есть нужно будет разбирать состав, нужно будет смотреть, что именно вот какое-то средство выбивается, не даёт ощущения комфорта. Ваш уход должен приносить удовольствие, комфорт и результат. Это основные такие вот три кита, которые вот показывают успех вашего ухода. Ох, как всё сложно и интересно. Да. Так, Анастасия, ещё тоже очень важная тема, важный вопрос, который волнует очень многих. Причина появления несчастных этих тёмных кругов под глазами, как с ними бороться, что с ними делать. Мне кажется, каждая девушка с этим сталкивается. А если не каждая, то она ведьма. Да. На самом деле ведьмы тоже существуют, да, вот у нас я встречаю, да, у которых нет тёмных кругов. Давайте разберёмся в этом вопросе. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно вспомнить анатомию. Сейчас мы быстренько её вспомним, простыми словами объясню, чтобы разобраться в этом вопросе, расставить все точки над «и». кожа нижних век у нас самая тонкая на всём теле. Под кожей находится у нас прослойка жира, и под ним, соответственно, у нас круговая мышца глаза и сосуды. Важно понимать, что сосуды и наша мышца, она имеет тёмный цвет. И только благодаря коже и подкожному жиру, который покрывает у нас эти структуры, они маскируются. То есть это главные маскировщики наших тёмных кругов. Теперь возвращаемся к нашему вопросу. С возрастом поверхностный жир у нас истончается на всём лице. С кожи нижних век это видно в первую очередь. И даже через самую толстую кожу начинает просвечиваться круговая мышца глаза и сосуды. То есть мышца тёмно-красного цвета, сосуды сине-алые. И в зависимости от того, что из них больше просвечивается, такой цвет и будет кругов. Бывает такое, что подкожного жирка совсем мало, и это будет генетическая особенность. И в таких случаях синяки могут наблюдаться у детей. Даже вот с раннего возраста. Никакой взаимосвязи с печенью, почками, другими органами цвета тёмных кругов не имеет. Поэтому на это не обращаю внимания. Есть ещё понятие, как пигментация. Её часто путают с тёмными кругами. Пигментация у нас будет не синяя, не красноватая. Она будет у нас именно коричневого цвета. От слегка коричневого до тёмно-коричневого. И может покрывать как только нижнее веко, так и прямо вокруг глаза идти. А здесь как раз-таки мы можем рассматривать уже либо перенесённые заболевания, либо же это может быть национальная особенность какая-то. В любом случае в кабинете косметолога и то, и другое лечится. Что касательно коррекции. В кабинете у косметолога будет вам предложено несколько вариантов. Это либо мезотерапия на улучшение лимфооттока. Потому что если у нас сосуды просвечиваются, то, как правило, у нас есть ещё и склонность к отёчности. То есть мезотерапия решит этот вопрос. Будет свежесть взгляда, будет меньше отёчности. Либо будет предложена биоревитализация на основе коллагена. В этом случае коллаген наращивает нашу ткань. Это в долгосрочную перспективу потрясающая процедура. Я бы отдала предпочтение ей. Но есть девушки, которые приходят и хотят получить результат здесь и сейчас. И им будет предложена коррекция филером. Это будет такое камуфлирование эффекта консилера. Но здесь сразу хочу сказать, есть много нюансов, много вопросов. То есть это всё индивидуально подбирается специалистам. И в домашних условиях, сразу хочу сказать, мы от тёмных кругов не избавимся. А картошечку предложить, если тяный пакетик? А тут работает как раз-таки такой эффект устранения отёчности. И вроде как посвежело лицо. Оно на самом деле не будет работать, но ухаживать за этой кожей мы обязательно должны. Потому что у нас она самая тонкая, как я сказала. Мимические морщины никто не отменял, помимо тёмных кругов, если вдруг они у вас есть. Хочу сказать, что никому из окружающих ваши тёмные круги не бросаются в глаза. Каждая девушка, она к себе очень придирчиво относится. Смотрит в зеркало и кажется, что у неё самые-самые яркие круги. На самом деле нет. Сразу их видно. Сам диагноз, сама себе диагноз поставила. Да, сама себе диагноз поставила, всё уже. Самые яркие, самые ужасные круги у неё во всём городе нет. Всё прекрасно, все прекрасны. Всё это решается. Главное, правильно всё подобрать. Да, это очень важно. А должен ли врач-косметолог пробовать на себе препараты и средства, которые рекомендуют пациентам? Здесь же, как с подружками, кому-то подходит, кому-то нет. Совершенно верно. Для того, чтобы хорошо понимать, какой препарат и средство подойдёт, нужно хорошо разбираться в составах препаратов. Поэтому работа косметолога заключается в постоянном обучении, изучении новых брендов, косметевтики, разбор их составов, разбор активных ингредиентов. Также существуют косметологические сообщества, в которых мы обмениваемся со своими коллегами мнениями, спрашиваем. То есть у нас у всех разный тип кожи. Поэтому на себя ты всё не нанесёшь, всю косметику этого мира, а помогать пациентам ты хочешь. Что касается текстуры средства, запаха, консистенции, то каждому специалисту, безусловно, для начала мы всегда делаем затест. То есть мы наносим на кожу, чтобы понять, какой финиш у нас будет. Может быть, на кисть руки, почувствовать запах. Это делается для того, чтобы, когда пациент говорит, мне не нравится плотный крем. То есть мы должны чётко понимать, что он хочет от нас, чтобы соответствовать его запросу. Поэтому это очень важно. Это опыт, конечно же. Важно проходить обучение, потому что как раз на обучениях возможно попробовать косметологу все средства, чтобы в дальнейшем правильно назначать уход. И что касается инъекционных препаратов, то тут тоже только разбор в составах поможет, потому что тут это слишком отдельная тема такая. Но нет, на себе мы всё не пробуем, конечно же, потому что мы для себя тоже подбираем индивидуально всё. Ну да, это нехорошо будет. Да, иначе мы будем как шарик ходить, подопытный такой. Какой совет можете дать слушателям, которые всегда хотят иметь ухоженное и красивое лицо? Универсального совета для всех нет, потому что каждая девушка у нас уникальна, индивидуальна. И самый лучший совет будет — это обращаться за помощью к специалистам, потому что это тоже проявление любви к себе. Это будет действительно для вас ценное время, проведённое наедине с самой собой, со специалистом. Вы подберёте уход. И представляете, когда у вас будет правильно подобранный уход, вы заканчиваете свою работу. Если у вас есть семья, вы закрываетесь в своей комнате и наносите на себя все средства, видите, на себе потрясающий эффект. И это просто, это вот на самом деле самое лучшее, что может для себя сделать девушка. Поэтому приходите. Мы сделаем для вас супер-супер систему ухода. Настоящая любовь к себе, воистину просто. Да, да, потому что когда мы слушаем какие-то советы соцсетей, там, блогеров... Их очень много. Очень много, да. Уже не знаешь, куда от них деваться. Да, и это немножечко ты думаешь, а вдруг мне тоже подойдёт. А вдруг, то есть... А вдруг очень редко бывает, что подошло. Поэтому... Ну, блогеры очень настойчивые. Они прям говорят, скриньте, это потрясающее средство. А это пусть будет примером, потому что блогеры очень себя любят. Поэтому это единственный пример, с которого нужно с них брать. Это вот как раз-таки любовь к себе. Где-то же они об этом узнали. Поэтому мы очень рады, что им что-то подошло. Нам тоже подойдёт средство, только наше, именно индивидуально. Так что, да, любим себя. Да, любите себя. Не забываем любить себя. Это самое главное. Это подкаст «Растушевать, но не смешивать». И с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok